Обычно блокбастеры не попадают на крупные кинофестивали, не тот у фильмов уровень, чтобы их выставлять в Каннах, Венеции, Торонто. Но изредка таки бывают исключения. В первую очередь на церемонии Оскар. До этого года были в таком фаворе Безумный Макс и Дюна. В нынешнем 23-м году на 95-ю премию Оскар аж целых три блокбастера. В первом, конечно же, самый дорогой свадебный фотограф с Титаника Джеймс Ибн Кэмерон со своим вторым армагеддонным лайфстори «Аватар». Получил четыре номинации, в том числе одну со лучшим фильмом. Вторым наш дважды заслуженный летчик-истребитель Том Круз за свои предельно реальные съемки на реальных военных самолетах с реальной перегрузкой H8G. Кто не знает, что это, по-простому один из навыков военных летчиков и космонавтов. Обычно человек перегрузку в H8G может выдержать без потери сознания не более пяти секунд. А тут не только сам Круз, которому почти 60, но еще несколько актеров натурально тренировали такой навык. Один из продюсеров фильма, Джерри Брукхеймер, заявил «Подобные авиационные фильмы до этого никогда не снимались и никогда не будут сняты». Видимо, чем-то на пакстиле Пентагона во время съемок. Короче, фильм «Top Gun Maverick» получил целых шесть номинаций, в том числе «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий». Ну и третий блокбастер «Черная пантера. Ваканда навсегда». Он идет по стопам своего предшественника, получившего Оскар аж в семи номинациях. Три из которых ему таки конвертировали в золотые станеты. Мировые кассовые сборы этих трех фильмов на начало февраля 2023 года составляют аж 4 миллиарда 300 миллионов долларов. Четыре ярда в баксах – это годовой бюджет такой страны, как Черногория, между прочим. А чем же эти блокбастеры лучше других? Это работы режиссеров с особым видением. Джеймс Кэмерон уже отметился на премию Оскара ранее. Ему часто приписывают революцию в концептуальном блокбастере. У Райана Куглера за плечами номинации на «Лучший фильм», а также растущий статус влиятельного продюсера. Джозеф Косинский не самый привлекающий внимание человек, связанный с Мавериком, но в сочетании с бесспорной мегазвездой Томом Грузом и он стал нарицательным. Сюда вписываются последние безумности, в котором техническое мастерство сочетается с насыщенной феминистской историей о телесной автономии и ограничениях фашизма. Фильм «Дюна» для нее Вильнева тоже. Там взята весьма непригодная для адаптации книга и доведена до масштаба, которого она и заслуживала на большом экране. Но самая главная причина – это, конечно же, бизнес. Академия, хотя и остается самым смотрибельным и неспортивным шоу, но каждый год понемногу теряет свои позиции на рынке. И поставка блокбастеров в один ряд с более серьезным кинематографом – мера вынужденная, дабы не потерять первенство на рынке подобных церемоний. Вполне возможно, в ближайшие годы блокбастеры пробьются и в Каны, и в Венецию, и в другие мероприятия такого характера. Бизнес есть бизнес. Мира и здоровья вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok